МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Вадик, и я трудоголик. Работать, работать и еще раз работать. Образ жизни нет. Сложно поверить, но трудоголизм – это зависимость. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О работоголиках заговорили в начале 70-х прошлого столетия. Последующие за этим исследования и доказали, что трудоголизм – тоже зависимость. Любой вид зависимости характеризуется как аддикция. То есть есть пищевая аддикция, сексуальная аддикция, в данном случае аддикция от работы, как зависимость. Но следует понимать, что человек, который много работает, не всегда считается трудоголиком. Чем отличается трудолюбивый человек от трудоголика? Тем, что работает на результат. Для него профессиональная деятельность – способ самовыражения или достижение материальных благ. Трудоголик же работает ради процесса. Он такой производственник. То есть это человек, который может в конце рабочего дня назначить какое-то совещание. Или перед праздниками в конце рабочей недели заставляет кого-то выходить что-то делать. То есть его увлекает сама процессия, потому что другим, по идее, ему заняться нечем. Бегство в работу может быть связано с невозможностью испытывать маленькие житейские радости. И чаще всего трудозависимость возникает как замена других форм жизненной активности – любви, дружбы или семьи. Трудоголизм в большей мере распространен среди мужчин, хотя процесс эмансипации затронул и этот вид аддикции. Изначально, как термин возник, то считалось, что это больше мужская парафия. А сейчас есть такие бизнес-вумен, которые реализуют себя в профессии, в карьере. И для них, допустим, второстепенными вещами становится семья или, допустим, рождение ребенка. Светлана Хватова карьеристка себя не считает, равно как и трудоголиком. Трудоголики – это люди, которые очень зависят от работы и, как правило, всю свою жизнь они посвящают работе. И как следствие этого – это стрессы, это хроническая усталость. Моя работа приносит мне удовольствие и, наоборот, дает силы. Черпать силы из любимых занятий Светлана умеет с детства. Говорит, любовь к труду у нее врожденная. Будучи маленькой девочкой, я уже тогда занималась активно-общественной жизнью, возглавляла «Зеленый патруль». Мы ходили с ребятами, подвязывали веточки. Нынче Светлана также возглавляет «Зеленый патруль», но уже на другом уровне. Хотя с детства мечтала стать врачом. В медицинский не поступила. Поступила в металлургический на специальность «Экология». Отучилась первый курс в металлургическом. Потом вышла замуж, перевелась в наш Криворожский технический университет тоже по специальности охрана воздушного бассейна. И 12 лет я проработала на комбинате «Арселор Миттл» по своей специальности. Сегодня она – общественный деятель. Каждый рабочий день расписан поминутно. Даже во время съемок приходится отвлекаться на решение деловых вопросов. Еще можно или уже не надо? Можно, да. Алло, вы из Димитрова 130? Мы песок вам привезли на основании вашего обращения. На основании обращений или личных инициатив делает Светлана немало. Благоустроенный сквер Гутовского на Втором Восточном – ее рук дело. Еще одно красноречивое подтверждение любви, красоте и труду – дворик возле дома Светланы. Здесь и вазоны с росписью, и скворечники, и огромное количество цветов. Обожаю цветы, поэтому первое, что хотелось – засадить все цветами. Ну, началась цветочка в дереве, а потом уже пошли малые формы. Возникла идея создать украинское подверье. Поначалу говорить Светлана было трудно, ведь наш народ непобедим в желании взять все, что плохо лежит. Выкапывали цветы, снимали вазоны. С тех пор даже целые горшки она обязательно надкалывает, дабы предостеречь воровство. Все, что есть здесь, создано руками Светланы. И это ее хобби порой становится поводом для недоразумений в семье. Когда в дом возникают споры и вопросы по поводу того, сколько можно терпеть этот запах краски, эту монтажную пену и все остальное, я всегда ему говорю, Саша, ты помнишь, что ты мне говорила? Ты хочешь, чтобы я была счастливая? Вот в эти моменты я чувствую себя счастливой. Супруг и трое детей поддерживают Светлану во всем. А с тем, что мама и жена помогают всему миру и делает это порой круглосуточно, приходится мириться. Очень часто вечером раздаются звонки, когда звонят люди, и просят, Светочка, выйди на секундочку, нам нужно поговорить. То эти все ситуации иногда немножко заводят моих родных и близких. Поэтому и приняли такое решение, что несмотря на то, что у нас очень насыщенный ритм жизни, обязательно раз в неделю мы должны с семьей провести вместе. Восьмая горбольница – пульмонологическое отделение. Подготовка к плановой операции идет в стандартном режиме. Через несколько минут юная пациентка уснет, а спустя несколько часов очнется и наконец-то сможет дышать полной грудью. Здесь, на операционном столе, опытные руки таракального хирурга Дмитрия Шульги устранят девочке врожденную деформацию грудной клетки. С этого дня в ее груди титановая пластина. На стенах кабинета заведующего детским пульмонологическим отделением множество дипломов, грамот и патентов. Будто еще одно подтверждение – Дмитрий Иванович на своем месте. Сейчас он работает над научными исследованиями врожденных деформаций грудной клетки. Разработана оригинальная, скажем так, собственная методика лечения детей с деформациями грудной клетки и созданы в связи с этим соответствующие инструменты, титановые пластины. Наиболее плодотворное наше сотрудничество с заводом «Мотор Сич», благодаря чему удалось вместе с ними иметь официальную сертифицированную титановую пластину, которая стоит в пять раз дешевле, чем европейская пластина. В своих достижениях, бесценных наработках и в целом профессии Дмитрий Шульга реализовал детскую мечту. У меня была достаточно болезненная семья, и достаточно часто приходилось обращаться к помощи медицины. Ну и я часто это наблюдал, и, в общем-то, с раннего детства поселилось желание овладеть профессией медицинского работника. Азы профессии осваивал в Винницком мединституте и уже на практике четвертого курса провел первую операцию в 17-й горбольнице родного города. Мне доверили удалить небольшую доброкачественную опухоль у женщины в области волочной железы. Вот так она и предопределила мой дальнейший путь, может быть, как-то так, в плане хирургии грудной клетки, хирургии вообще-то ракальной. А уже в 1982 году Дмитрий Шульга возглавляет новое для Кривого Рога пульмонологическое отделение при той же 17-й горбольнице, которая 4 года спустя перенесли в 8-ю городскую больницу. Сегодня количество проведенных Дмитрием Ивановичем операций исчисляется тысячами. Как для всякого мужчины, работа большую часть его жизни занимает, чем семья. Я горжусь тем, что я сумел прожить часть своей жизни, большую часть своей жизни тем, что я действительно с радостью просыпаюсь и иду на работу. О работе Дмитрий Иванович готов говорить долго, ни шагу без воспоминаний. Вот часть истории. Пульмонолог шутит, что извлеченные инородные тела отражают ту эпоху, в которой живут дети. Есть те кнопки, которые старого образца. Это новые, так называемые, китайские канцелярские кнопки. Вот у нас был случай, когда ребенок, держа в рту, прикалывал что-то, а потом зашла учительница, а он там, значит, и, значит, потом забыл про это. И через три года у него появились боли в грудной клетке. До такой степени вклинилось это инородное дело в бронхи, что его вытащить было практически невозможно. Что сделать операцию? Трудоголизм Трудоголизм – такая же форма саморазрушения, как и другие виды зависимости. Переутомление, нехватка сил на другие занятия, сужение круга интересов – лишь малая часть последствий нездоровой любви к работе. Трудоголики, они, как правило, находятся в постоянном хроническом стрессе. Появляется хроническая усталость, утомляемость, плохой сон, раздражительность. Раздражается как на семью, на свою, когда от него чего-то требуют, так и на работе. Кстати, работоголиков даже разделяют на виды. Например, трудоголик для себя – это тот, кто не ищет оправданий для своей любви к работе. Есть и трудоголик для других. Свою постоянную занятость такой объясняет желанием, ну, скажем, много зарабатывать. А вот трудоголик-неудачник готов выполнять ненужную работу, из-за чего не справляется с заданием в целом. В противовес ему успешный трудофил добивается карьерных высот. Есть и скрытый трудоголик, который свою безмерную любовь к работе старается скрыть перед окружающими. И абсолютно всем трудоголикам некогда пользоваться результатами своего труда. Многие из них счастливы, когда говорят, что они горят на работе. У них может быть депрессия выходного дня, когда вот воскресенье, и, собственно, телефон молчит, потому что в основном он звонит только по работе. Если он не владеет властью, то есть он не какой-то там руководитель, соответственно, ему вообще никто не обращается. Если он руководитель, он может даже в выходной день тревожить своих подчиненных, допустим. Если человек вышел на пенсию, соответственно, у него ощущение, что он никому не нужен. Одна из особенностей трудоголизма – страх потерпеть неудачу, быть обвиненным в некомпетентности, оказаться хуже других в глазах начальства. С этим связано перманентное чувство тревоги, не погидающая трудоголика ни во время работы, ни в минуты непродолжительного отдыха. Такие люди – вы приходите на работу, он уже на работе. Или вы уходите с работы, а он еще на работе. Люди семейные, а не против каких-то переработок, командировок дополнительных. Стоит ли говорить, что врач по определению не может не быть трудоголиком? Подавляющее большинство из них живут работой. И по классике отдых им только снится. Медицина – непрогнозируемая абсолютно часть деятельности человеческой. Поэтому трудно сказать, в какой момент времени будет больше консультаций или меньше консультаций. Проще сказать, что мы их все обслуживаем. Вне зависимости от того, хочешь ты это или не хочешь, и в какое время суток это попадает. Стоит ли говорить, что у большинства медработников напряженный рабочий график? Стоит ли говорить об усталости? Я не думаю, что я справляюсь с усталостью, потому что она, скажем так, берет свое. Я больше меняю типы деятельности для того, чтобы организм получал удовлетворение в том, что он где-то отдыхает, а где-то набирается сил. А силы организм Дмитрия Ивановича набирается на охоте, рыбалке или за работой на любимой даче. Именно эти виды отдыха дают ему подзарядку для дальнейших профессиональных свершений. Но при этом признается, без работы долго не может. Я приезжаю отдыхать, она где-то, я уже считал, на третий день я начинаю ловить себя на мысли о том, что я начинаю думать о работе, а на пятый день я уже конкретно думаю о ней. Трудофил или трудолюб – неважно. Жизнь в работе часто лишает возможности наслаждаться тихим семейным счастьем. Иногда, конечно, было обидно, что я не все, скажем так, мог охватить, потому что, вы же понимаете, дети растут очень быстро, и некоторые моменты, если уже ты, ну, скажем так, не увидел, не услышал, они уже не повторятся. Но я не жалею, потому что я всегда знал, что дома меня ожидает мой прекрасный, мой самый лучший и самый хороший тыл. За каждым успешным мужчиной всегда стоит женщина. Супруга Дмитрия, Людмила, та самая. Она всегда и во всем поддерживает мужа, понимает, советует и учит. Если честно, то я могу сказать, что я не считаю себя трудолюбивым человеком. Учитывая то, что я работаю на такой профессии, что я живу со своей женой, которая меня учит в этом отношении, то я, ну, где-то в какой-то степени научился управлять этой ситуацией. Но я не могу сказать, что я трудоголик. Утро буднего дня Светланы начинается в 5.30. Классический завтрак с семьей, спорт, сборы детей в школу. Далее рабочий день общественного деятеля и депутата. Приходится решать абсолютно разные вопросы, вплоть до того, что спасите кошку, спасите собаку, или, наоборот, избавьте нас от кошек, собак от хры, по улице ходят. До глобальных вопросов, как установка детских, спортивных площадок. Когда ты сделал такой выбор в жизни, как общественная работа, ты уже заранее должен быть готов к тому, что рабочий твой день будет ненормированный. Да, приходится работать и в выходные, и в будние дни, порой до позднего вечера. Но при этом Светлана никогда не жалуется на усталость и всегда остается женщиной. На днях, работая в своих Светах, девочка лет семи спросила меня, тетя Света, а почему вы, когда работаете в Светах, вы такая всегда нарядная, всегда с прической. Я говорю, женщина всегда должна быть. То ли она идет на вечеринку, то ли она занимается спортом, то ли она копается в клумбе. Она всегда должна быть красивой и аккуратной. Просто она привыкла быть лучше во всем, за что берется. И для этого не обязательно быть трудоголиком. Люблю, когда у меня что-то получается и меня хвалят. Потому что для меня это является мотивирующим фактором на дальнейшие свершения. Не знаю, это, наверное, идет с детства, когда меня мама или папа хвалили, то мне хотелось быть еще лучшей дочкой, лучшей помощницей. Трудогольную зависимость сравнивают с той же алкогольной вовсе не зря. Работоголик также рьяно отрицает свою проблему и редко желает от нее избавиться. К слову, с трудозависимостью и правда сложно бороться. Враг-то имеет весьма презентабельное лицо. Есть же люди, которые отрицают это. Для них отдых – это не отдых. Отпуск – это не отпуск. И считают, что не нужно на это даже тратить время. Это просто ленность человека, потребность в отдыхе. Хотя отдых необходим. Человек счастлив тогда, когда он идет с радостью на работу и с радостью потом идет домой. Вот нужно придерживаться таких каких-то схем. Бытует мнение, что трудоголики перенимают модель семьи. То есть, если родители вкалывали как проклятые, ребенок пойдет протуптанной дорожкой. Нет, не в этом случае. Наоборот, уход и сопротивление идет от работы. Чаще всего они такие тунеядцы или в поисках себя, или одно образование за другим получают, но так и не идут в профессию. Отлично работает другая система, когда с детства родители вбивают в голову ребенка прописные истины – учиться, работать и еще раз работать. По большому счету, в стране, где любовь к пахоте до изнеможения передается от поколения к поколению на генном уровне, немыслимо кого-то обвинять в трудоголизме. Учитывая, что в нашем обществе появились всевозможные мейнстримы, то можно сказать, что трудоголизм сюда соотносится, потому что тоже становится модным. Вот я занят, я не могу встретиться, потому что вот я на работе, или у меня там какое-то совещание, или еще что-то в этом роде. То есть это своего рода тоже какие-то фишки такие современные. Вот еще одна болезнь современности – одиночество. Желание быть востребованным, нужным, и неважно в работе или ее видимости. Оторванный от своего наркотика отпуском, болезнью, выходом на пенсию, трудоголик скучает и чувствует себя неприкаянным. На пенсии у него могут развиться психосоматические расстройства, и он меняет форму саморазрушения, становится ипохондриком, убивая время в бесконечных хождениях по врачам. Нередко организм включается в эту игру всерьез, и человек быстро погибает от инфаркта, инсульта или рака. Все зависит от тяжести, от самого человека, от его отношения к своему состоянию. То есть, если критика еще сохранна, то, возможно, так ограничится все консультативными какими-то моментами. Если же нет, то может понадобиться стационарное лечение. Человеку нужно заново научить правильно организовывать свое время. Необходимо понимать, трудоголизм не лечится таблетками, кодированием или принудительной изоляцией от работы. И да, с этим видом зависимости редко можно справиться в одиночку. Ведь мы трудоголики и счастливы этим. Работать во имя, работать во благо, работы. Образ жизни – да. И совсем несложно поверить, что трудоголизм – это зависимость. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова